Девушки отдыхают Если хотите, это Конституция, это высший закон, это Библия нашей страны. Можно ее назвать как угодно, с метафорами, без. Мы не допустили в первую очередь нарушение Конституции, во-вторых, не допустили политическое подчинение Генеральной прокуратуры и Генерального прокурора в первую очередь. Для нас это было принципиально важно, ибо мы, когда в июне месяце создавали это большинство, мы взяли на себя обязанность очистить прокуратуру, но никак ее не подчинять отдельной партии или отдельному политику. То есть ни партии действий солидарности, ни Майя Сандову, если конкретно говорить о политике, которая вышла с такой менее целесообразным ходом или движением политическим. Я понимаю. Смотрите, какие аргументы есть у сторонников премьер-министра? Они говорят так. Почему не обратились в Конституционный суд, если вы говорите о неконституционности? Это первый вопрос к вам. И второй вопрос. Вот с этой отставкой вас обвинили в том, что вы уже готовитесь, и вы, и Майя Сандову, кстати, уже готовитесь к президентским выборам. Что на это можно ответить? В первую очередь про Конституционный суд. У нас было очень мало времени обратиться и в Конституционный суд, и для того, чтобы Конституционный суд рассмотрел наше обращение. Потому что в течение трех дней 72 часов мы должны были действовать. То есть у нас физически времени не было. А если бы Конституционный суд не рассмотрел бы вовремя, то получается, что мы рискнули бы получить на сегодняшний день генерального прокурора, который назначил бы Майя Санду по политическим критериям. И этого нельзя было допускать. Поэтому мы пошли этим путем. Но одно другому как бы не мешает. То есть, если кто-то и хочет, может быть целесообразно и обратиться в Конституционный суд, чтобы Конституционный суд высказался на конституционность данной инициативы. Для того, чтобы возможно укрепить нашу позицию или наоборот ослабить. И в отношении президентской кампании. Потому что многие говорят, что со завершением выборов в местные органы власти в стране уже полным ходом начнется именно президентская кампания. Это не свидетельство тому, что это так и есть? Я думаю, что госпожа Санду особо не имеет чем хвастаться своим достижением в качестве премьер-министра. Мы сегодня услышали во время дебатов в парламенте, если говорить о социальном секторе, мы посчитали около 12 инициатив, которые где-то часть из них от президента пошли, часть из них от нашей фракции, партии социалистов, часть из них от других фракций в парламенте. Но это никак не правительство, это никак не достижение Майя Санду. Она просто лукавит и приписывает себе те законопроекты, которые ей просто не принадлежат. Она просто обманывает нагло общество такими заявлениями. Ну хорошо, она говорит, что социалисты боятся реформы правосудия, судебной реформы вообще. В качестве одного из аргументов ее, споткнулись на процессе, на процедуре именно генерального прокурора. Что вы на это можете ей сказать? Я хочу напомнить госпоже Санду и госпоже Стамате и министру юстиции, что социалисты поддержали все инициативы, с которыми вышло правительство. Абсолютно все. Вся наша фракция поддержала. Хотя по некоторым изменениям закона у нас были очень серьезные претензии. Мы не то что не хотели голосовать, потому что у нас была четкая аргументация, почему мы не поддерживаем. Но тем не менее поддержали. И хочу напомнить, что у министерства юстиции была аж целая одна законодательная инициатива. И мы за это проголосовали. В сентябре месяце, когда был изменен закон о прокуратуре. Хотя мы тогда еще говорили, что это противоречит Конституции Республики Молдова, противоречит здравому смыслу. Они тогда нас обвиняли в том, что мы сопротивляемся проводить реформу в прокуратуре. Мы тогда им очень четко разъяснили, что если вопрос так стоит, что мы сопротивляемся, хорошо, мы не то что уступим, но мы пойдем навстречу. Хотя мы говорили, что это не обдуманный шаг. И поддержали. Мы поддержали их закон. Потом изменили закон таким образом, чтобы Минюст смог создать комиссию, отдельную комиссию, которая занималась бы отбором кандидатов на должность генерального прокурора. То, что было сделано, в принципе. Но потом случилось то, что случилось. Вы помните, хронологически. Госпожа Стамати сначала защищала свой же конкурс, потом она же вышла и отменила свой же конкурс. То есть логика вещей подсказывает, что они сами не знают, что делают. И мы тогда сказали, мы поддержали. Единственный закон, который вы выдвинули. Зачем идти таким путем, которым пошла Майя Сану. Полностью не конституционный путь. Потому что если вспомнить, что у нас есть принцип разделения в битве и власти, законодательное, исполнительное и судебное, то это прямое вмешательство исполнительной власти во внутренние дела судебной системы. Потому что она категорически недопустима. Ведь есть же другие пути, Людмила. Я хочу, чтобы телезрители поняли, мы предлагали альтернативу. Потому что, чтобы достичь вот этой цели, которую предлагали наши коллеги из блока ОКОМ, мы предлагали другой путь. Законный путь. И цель была бы та же, и результат был тот же. Только законный. То есть вы хотите сейчас сказать, что Майя Санду намеренно спровоцировала сейчас отставку пройти? Совершенно верно. Майя Санду абсолютно намеренно спровоцировала этот конфликт, этот кризис, можно так сказать. Потому что необходимости взять на себя ответственности правительства не было. То есть мы же даже в прошлую пятницу, когда внесли в ОКОМ недоверие, я помню, утром на сценарии фракции мы еще раз подтвердили, что вся наша фракция, все 36 депутатов готовы на сегодняшний день поддержать законопроекты, выдвинутые Майя Санду, правительством и поддерживаем. Я понимаю. Но если спровоцировала, для чего? Ну это в первую очередь, я считаю, что это через год будут президентские выборы. Все-таки президентские. И на фоне, я считаю, что тут совокупность факторов, да, в первую очередь для блока ОКОМ это был очень страшный удар, поражение господина Анастасии 3 ноября перед кандидатом Иоанн Чабан. И это очень негативно отразилось на рейтинге обеих партий, потому что они поддержали одного кандидата. Второй момент. Еще один фактор. То есть, как я и говорил, правительству на сегодняшний день хвастаться особо нечем, да. Им нужно было какой-то, в первую очередь, скандал, чтобы отвлечь внимание. И сделать из себя жертву, в том числе, да. И вот это, я считаю, что это в первую очередь трамплин для президентских выборов. Я поняла. Ну теперь давайте усмотреть, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Первого-наперво, коалиция на сегодняшний день не существует правящая. Социалисты плюс блок ОКОМ. Я даже не знаю, официально у нас нет правительства. Но об официальном разрыве коалиции пока что еще никто, вот к этому моменту еще никто не объявил. Да, когда были какие-то жесты, символические разрывания, вот это просто... Ну, если это символическое разрывание того документа, который подписали, ну не лидеры, это, скажем так, премьер-министр, президент и председатель парламента. Это, с одной стороны, и с другой стороны еще там вице-председатели отдельных партий. Мой коллега Василий Болея тогда, скажем так, это не то, что он порвал этот документ, но он именно так и сказал. Смотрите, что сделала Майя Сану с нашим договором. Я поняла, спасибо, что разъяснили. Да, это в этом контексте было. Это важное было разъяснение. И второй вопрос, смотрите, ведь они что будут говорить? Социалисты голосовали с демократами, значит, между социалистами и демократами назрела новая правящая коалиция. Что между вами назрело? Ну, если мы помним, сколько они говорили об этом биноме, скажем так, я чисто предполагаю, что вот на днях они обновят эту риторику, потому что они забыли об этом биноме, и они говорили еще два года назад бином по СРМАПД, бином Плохотнюк-Дадон, ничего этого не случилось. И, кстати, никто из политиков, из, скажем, политологов не вышли хотя бы извиниться перед телезрителями, перед людьми, и сказали, уважаемые, извините, мы не были правы. Вот есть отдельная коалиция по СРМАКОМ, то есть мы, скажем так, ошиблись, никто это не сделал. Но зато я, интуиция подсказывает, что они выйдут сегодня, завтра, и начнут опять же про этот пресловутый бином. Ну, уже говорят. Наша песня хороша, начиная сначала. Да, уже говорят. Ну, я, это было, скажем так... Хорошо. Господин Навак, вы знали, что демократы поддержат вас в голосовании до заседания, либо нет? Нет, не знали. Мы не могли бы об этом знать, потому что из того, что я видел, из заявлений отдельных депутатов Демократической партии, они еще вчера были в сомнениях, не знали, голосовать, не голосовать. Они сказали, что сегодня утром перед заседанием парламента примут это решение у себя на заседании фракции. Видимо, они и приняли это решение. Но политически я просто не могу предположить, как они бы могли объяснить своему электорату, почему они не проголосовали за вотом недоверия, когда еще неделю назад у них был свой вотом недоверия. То есть, с политической точки зрения, где-то, не знаю, может быть, если они не хотели, значит, они поспешили со своим вотом недоверия, если даже не хотели. Потому что абсурд не голосовать. Ты еще неделю назад выдвигал вотом недоверия, а сейчас уже за другой вотом недоверия не голосуешь. Вот где-то несостыковки тут с политической точки зрения. То есть, ни о каких союзах между социалистами и демократами на сегодняшний день мы не говорим? Я правильно понимаю? Мы не обсуждали никакую форму союза ни с демократами, ни с другими. То, что мы видим и можем еще вернуться к нулевому варианту июня месяца. Можем и было бы целесообразно пригласить наших коллег из блока ОКОМ. То есть, оставить в первую очередь эмоции в сторону. Вот приняли холодный душ такой. Поняли, что с нами нужно считаться, потому что мы самая крупная фракция и самая большая фракция в этом парламенте. И за нами очень большое количество людей этой страны, которые за нас проголосовали и поддержали. И с нами нужно считаться, а не игнорировать. И не нужно просто принять такие решения необдуманные, можно так сказать. И мы вполне можем вернуться к диалогу, присесть за стол приговоров и обсудить, как мы видим, в том числе реформу юстиции, прокуратуры, по пунктам даже. Я понимаю сейчас, о чем вы говорите. То есть, вы готовы обсуждать с представителями блока и новое правительство, получается. Ну так. Совершенно верно. То есть, вначале, что вы должны закрепить как-то свои отношения, а потом и новое правительство. Я правильно вас понимаю, что в этот раз социалисты будут настаивать на том, чтобы представители и вашей партии входили в кабинет? Это может быть одно из условий? И вообще, давайте поговорим об тех условиях, которые принципиально важны для социалистов при формировании новой коалиции и нового правительства. Ну, Людмила, вы знаете, партия социалистов самая, не только самая крупная фракция в парламенте, но самая большая партия в нашей стране. Это правда, да. Поэтому у нас очень много хороших специалистов, которые мы можем предложить на ту или иную должность. В том числе и в качестве министра. Потому что, ну, может быть, у наших, скажем так, кандидатур не у всех есть гарвардские дипломы, но, тем не менее, это не говорит о том, что они не умеют работать или нет опыта работы. Или что они плохие управленцы. Или плохие управленцы. Поэтому, скорее всего, мы будем настаивать на определенных, скажем так, должностях. Почему? Потому что мы показали, что мы пришли в политику не ради должностей. Мы уступили все, абсолютно все уступили. Полностью уступили правительству в блоку ОКОМ. И дали им время. Мы тогда, когда, если помните, говорили о 100 днях, там, вот, прошло 100 дней, мы еще тогда сказали, что, ну, возможно, 100 дней это, ну, довольно маленький срок, чтобы правительство каким-то образом выявило себя. Да, проявило в хорошем смысле этого слова. Но вот уже прошло 5 месяцев, и ничего не сдвинулось с мертвой точки. Поэтому народ-то ждет, люди-то ждут. Люди не ждут, пока проснутся наши коллеги из блока ОКОМ и начнут работать. Потому что они привыкли, да, то, что они проевропейцы, это хорошо, но это не значит, что, как и в Европе, нужно отдыхать и по субботам, и по воскресеньям, да. То есть, взял на себя обязательство быть министром, то, то есть, в 7 утра должен быть в своем кабинете, а в 12 ночи должен еще гореть свет в кабинете, да. Потому что это никто не говорит, что будет легко, и никто не говорит, что это очень, скажем так, сладкая должность. Это, в первую очередь, очень большая ответственность перед этой страной. Поэтому, если вот эти ребята гарвардские думают, что вот можно так за ночь что-то сделать, а по субботам и воскресеньям отдохнуть, ну, они ошибаются. Поэтому нужно реформатировать, скажем так, новый состав правительства и выдвигать, в первую очередь, профессионалов по отдельным должностям. Ну, вот если вы говорите, что мы готовы начать с нуля, то, значит, все понимают, что вы будете начинать с обсуждения кандидатуры на пост премьер-министра. Вот в этой связи уже называются определенные фамилии, и в том числе и фамилия самой госпожи Санду, некоторые говорят, что почему бы нет. Называют фамилию Кука и еще много различных. Вот вы готовы сегодня назвать несколько, я не знаю, кандидатов на пост премьера? Ну, я затрудняюсь, потому что мы еще не обсуждали, но я могу с уверенностью сказать, что в нашей стране есть довольно много хороших специалистов, которые никогда не увлекались политикой, можно так сказать. Я не говорю, что нужно исключительно выдвигать на должности премьер-министра определенного человека, который имеет партийную принадлежность. Мы можем сконцентрироваться и на профессионалов, и это правильно будет, потому что это, в первую очередь, насколько правильно сделаешь ставки и поставишь хорошего управленца или человека, от этого все зависит, в том числе и результата. А люди другого не ждут, ждут результатов, в первую очередь. Поэтому, я не знаю, в СМИ обсуждается кандидатура к госпожи Санду. Некоторые ваши коллеги, журналисты меня только что спрашивали про кандидатуру к господину Кику, который я тоже уважаю, я ничего плохого о нем не слышал, наоборот, только с хорошей точки зрения услышал о нем. Возможно, есть и другие варианты. То есть, сложно сказать, мы даже не задумались над этим, потому что недавно закончилось заседание парламента, и не обсуждали пока. Я понимаю, но вот вопрос, который вас, как члены партии, безусловно, должен волновать, это сколько может продлиться этот кризис. Мы в Республике Молдова, люди такие опытные в отношении длительных политических кризисов, что каждое вот такое вот чрезвычайное обстоятельство, вот мы рассматриваем, насколько это может затянуться. У вас есть прогнозы? В первую очередь, надо напомнить телезрителям, что не мы были инициатором этого кризиса. Мы, наоборот, сделали все возможное, чтобы избежать его. Мы сделали все возможное, чтобы сесть за стол переговоров, обсудить проблемы, которые привело к этому кризису. Но мы не сторонники очень долгих переговоров, потому что мы долго вели переговоры с февраля месяца по июнь месяц, 8 июня, когда сформировали правительство и большинство в парламенте. Это очень долгий период. То есть у нас нет столько времени терять. То есть это и нецелесообразно, и люди этого точно не хотят. То есть я не знаю, может быть неделя для того, чтобы поговорить, обсудить и подставить все точки над июнь, я думаю, более чем достаточно. – И вопрос закономерный – это а что с генеральным прокурором-то? Сейчас мы вошли в этот кризис, но тем не менее страна нуждается, руководители прокуратуры. – Да, Людмила, вы задаете очень логический вопрос, в принципе. Конечно, страна хочет увидеть в генеральной прокуратуре очень хорошего, компетентного генерального прокурора. – И независимого. – И независимого. Но никак не политически ангажированного, либо какого-то члена партии или еще чего-то. На сегодняшний день есть исполняющие обязанности. Понятно, что для того, чтобы соблюдать точку закона, нам нужно чуть-чуть поработать, либо аннулировать тот закон, который изменили наши коллеги из блока КУМ, которые предложили нам изменение закона о прокуратуре, вернуться к старому варианту. Может быть, придумать другой механизм, дабы прийти к тому результату, который одобряют все. Я не говорю конкретно какой, но то, что нужно избирать хорошего генерального прокурора, это больше, чем необходимо, и мы это должны сделать очень быстро. Ну, как быстро? Не сильно затягивать с этим, потому что мы уже затянули слишком много. – Я благодарю вас за это интервью. Успела задать много вопросов, но, наверное, еще очень много остались вопросы незаданные, потому что сами события нас все предвергают, как-то пытаться найти на них ответы. Я благодарю вас, и будем ждать, как будут разворачиваться ситуации. – И вам спасибо. – Спасибо вам большое. – Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин